Иволгин хочет, чтобы Борис не смог давать показания. Ираида обещает, что её пациент замолчит навеки. Сможет ли Люба спасти дорогого ей человека? Елена убеждена в неверности Ивана. Он заботится о безопасности Елены, но она не воспринимает его опасения всерьёз. Иволгин твёрдо намерен жениться на Елене. Субтитры создавал DimaTorzok Алло, Маш, здравствуй. Это Вера. У меня тут кое-какие проблемы случились. Можно я к тебе приеду? Да, да, записываю. Блистая на солнце. Боже мой! Здрасте, Пётр Петрович! Добрый день, Елена Львовна. И какими судьбами в наши края? Да вот пришёл поговорить с Ириной Кругловой. Она у себя? Да, она у себя на втором этаже, номер седьмой. Направо. Спасибо. Я могу к ней подняться? Конечно, конечно, можете. Только постучитесь, пожалуйста. А пришли поговорить по поводу своего ученика, Ивана. Да. По поводу Ивана. Он хоть и вышел из возраста учеников, стал знаменитостью, но всё равно сердце болит о нём. Хочется, чтобы в нём было всё хорошо. Что ты делаешь, Лена? Что ты делаешь? Ты безропотно уступаешь сопернице, человека, которого любишь. Я не имею на Ивана никаких прав. Потом Ирина не соперница, она его жена. И она его любит. И ты его любишь. И Иван тебя любит. Как можно вот так вот покорно отказываться от человека, которого любишь, от Ивана? Да ты лучше бери пример со своей соперницей, с его жёнушки, которая на всё пойдёт, лишь бы его добиться. Ты что так на неё нападаешь? Потому что она дрянь. Она холодная и расчётливая дрянь. Но она имеет право бороться за свою семью. И потом ты её совсем не знаешь. И не хочу знать. Я не хочу знать. Я не знаю, каким образом, что там произошло. Но она всё это подстроила. Понимаешь? Лиза, я понимаю, что ты моя подруга, и ты меня поддерживаешь, и я тебе очень благодарна. Но у меня складывается такое впечатление, что у тебя с Ириной есть свои счёты. Лиза, уходи с меня замуж. Лиза, уходи с меня замуж. По-моему, ты чего-то недоговариваешь. Здрасте. Вот. Видите, что я принёс? Я вас очень хорошо понимаю, Пётр Петрович. Запутался Ванька. Совсем запутался. Жена к нему законная приехала, а у него роман с Еленой Крижевской. Вообще, знаете, сегодня так некрасиво вышло. Лена сюда заходила и случайно столкнулась с Ириной. А Ирина сказала, что всю ночь провела со своим мужем. Что значит случайно? Это вы проболтались? Да, боже упаси. Боже упаси. Я, конечно, люблю поболтать о том, о сём. Но я же понимаю, что нельзя Лене говорить о том, что Иван был женой. Я женщина. Я просто хочу сказать вам, что Лена очень переживает, что к Ване приехала жена. Так что же произошло-то? Ну, и не миновато. Понимаете, Пётр Петрович, Лена сюда вошла. В это время спускается Ирина. И сразу начала говорить о том, что они с мужем провели ночь. Ну, такой откровенный разговор вышел. И Лена убежала. Расстроенная была, безумно. Вы уверены, что Елена расстроилась именно из разговора с Ириной? Конечно. Конечно. Она, бедняжка, вообще еле собой владела. Она ревнует. Лена любит Ваню. Очень сильно. Так вы считаете, Евелина Львовна, что Лена любит Ивана? Да. Очень страдает, что он вернулся к Жене. Я, пожалуй, поднимусь к Ирине, поговорю с ней. Идите, Петр Петрович, идите. Второй этаж направо. Комната номер семь. Спасибо. Вот какие вещи Эвелина у себя держит. Представляете, это просто утюг моего детства. Бабушка, мама гладили таким же утюгом. Серьезно? Вот. А это ходики такие. И я под такие же ходики засыпал. И просыпался. Вот. Это керосиновая лампа. У нас, когда свет отключали, вот, включали такую лампочку. Давид, ты бы все городские свалки облазил в поисках реалитетов своего детства. Ну, почему бы и нет? Кстати говоря, я знаю одного гроссмейстера, у которого в подвале есть старый шахматный столик. Его можно использовать и чтобы играть в шахматы, и чтобы в нарды. Прекрасно. Ну, в общем, я пошел тогда за шахматным столиком. Здорово, идите. Все. Мы на вы, мы на ты. Ленка, все, пока. Лизочка, до свидания. Я пошел за столиком. Ага. А вы уберите. Ну вот, столик отлично. А еще знаешь что? Я бы во дворе поставила такую небольшую детскую площадку. Горка с шариками, знаешь, что они так в сетках. И батут еще можно. О, батут, отлично. И пока родители играют в шахматы, дети там возятся, копошатся. Знаешь, я вот тут подумала, мне кажется, что из нашего ресторана нужно сделать клуб. Вот прямо клуб. Отлично. Для постоянных посетителей, там, с карточками, со скидкой. Отличная идея, давай выпьем. Давай. Да-да, войдите. Ну, здравствуй, Ирина. Не ждала гостей? Здравствуйте, Петр Петрович. Вас не ждала. Зачем пожаловали? Поговорить мне нужно с тобой. Интересно, о чем? Естественно. Об Иване. Это Ваня вас попросил поговорить со мной? Нет, Иван даже не знает о том, что я сюда пришел. А, ну что ж, проходите, садитесь. Кофе будете? Или, может быть, что-нибудь покрепче со мной выпьете? Спасибо. Но у нас разговор с тобой серьезный. Не под водочку. Хорошо. Верунчик, проходи. Привет, подруга, давай. Ты уже тебя заждалась? Заходи, заходи. Что-то ты не очень выглядишь. А у тебя что-то случилось? А почему ты чемоданом? Маш, у меня все рухнуло. Григорий меня выгнал, и мне некуда идти. У меня нет даже денег, чтобы снять себе хоть что-нибудь. Ну, не расстраивайся. Не расстраивайся, не все так плохо. Ты плакала? Ну, перестань. Ну, смотри, квартира у меня такая уж маленькая. Оставайся у меня. Ну, я думаю, в даю мы поместимся. Мне все равно выбирать не ищем. Маш, спасибо тебе большое. Ну, не хнычь. Так, ты что не плакай, смотри. Все отлично, будешь жить и меня. Устрелимся, не реви. Москва, она же не верит слезам. Ты же знаешь. Ну, что, до завтра. Спасибо, что подвезла. Утром я за тобой заеду и отвезу тебя на работу. Лиза, а зачем? Я же живу в десяти минутах ходьбы от золотой рыбки. Ну, подожди. Ты что, отдала мне свою машину? А сама будешь пешком ходить? А совесть? Ты не боишься, что меня совесть замучает? Не понимаю, что здесь такого? Почему тебя должна замучить совесть? Ну, мы же с тобой договорились, что ты отдаешь мне свою машину с условием, что я буду тебя подвозить, когда тебе это понадобится. А я привыкла выполнять договоренность. Нет, и не надо отнекиваться. Если тебе это не нужно, то я отдам тебе машину, поставлю ее под окном, и пусть она будет ржаветь. Ну, что, тогда заезжай за мной в восемь. Ну, вот так бы и сразу. Да, кстати, не забудь, что завтра праздник. Хорошо, что напомнила. Возьму на работу с собой платье, туфли, чтобы у тебя не было повода за мной заезжать. Пока, до завтра. Пока. Пока. Иннокентий Аполлович, а что вы здесь делаете? О чем будем разговаривать? О том, как вы будете дальше жить с Иваном. Понятно. Хотите убедить меня дать Ивану развод? Совершенно никого не хочу, ни в чем убеждать. Просто хочу помочь трезво разобраться в этой ситуации. Петр Петрович, я всегда трезво оцениваю ситуацию. Я прекрасно понимаю, что Иван не хочет жить со мной. Наверное, он вам рассказал о нашем сегодняшнем разговоре? Да уж, рассказал. И об условиях, которые ты поставила, тоже рассказал. А вы считаете, я не права, что убеждаю Ивана вернуться на ринг? Ирочка, я, конечно, не приветствую твои методы, но я за. Я за то, чтобы Иван вернулся в бокс и начал заниматься снова этим профессионально. То есть вы поддерживаете меня? Я рада, что вы меня поддерживаете. Отлично. Значит, вы прекрасно понимаете, что ему не место здесь. И он должен вернуться в Москву. Но дело-то в том, что он не хочет возвращаться. Я знаю. Это просто потому, что он не понимает, что это для его блага. Да, он влюбился. Все могу понять. Он просто не хочет покидать свою Елену. Да он просто тебе не доверяет. Понимаешь? А все твои разговоры об отъезде, о разводе, это все он считает очередные твои уловки. Ну вы. На моей стороне. Вы же хотите, чтобы ваш лучший ученик стал чемпионом. Так помогите мне. Помогите мне убедить Ивана уехать. А что вы так испугались, Лен? Просто, Галина Васильевна, ей срочно нужно было куда-то уйти. По-моему, на рынок. А я согласился остаться с Митей посидеть. Вот и все. Ага. Ну, славно. Как Митя? Да балбес ваш, Митя. Целый день сидит за компьютером. А так недолго и мозги проиграть. А что вы так говорите? Он что, вам опять нагрубил? Нет. Совсем нет. Просто печально я гляжу на наше поколение. Ну, помните, да, вот я тоже печально гляжу на всю молодежь. Они все все время сидят за компьютером, рубятся какие-то игры, там, стрелялки, пулялки, цивилизации какие-то. А сами ведь отнюдь не цивилизованные молодые люди. Лучше бы книжки читали. От этих игр только одно затуманивание мозгов до зрения садится. Вот и все. Вот и обидно. Мне приятно ваша забота о Мите. Вы так переживаете, словно это ваш родной сын. Слушай, у тебя так вещей много? Да. Красивые такие. Ты вечерняя? Да, моя любимая. Нарлин Монро. Можно посмотреть? Смотри. Слушай, как она красивая, а? Ты знаешь, у меня таких никогда не было. Слушай, это что? Это настоящее? Ну, Дольче Габбана? Дольче Габбана, Маш. А вот это вот эскада. Нравится? Да, красиво. Хорошо, что хоть что-то от этого козла Григория взяла. Ну, ничего, я себе найду мужика посолидней, побогаче. Он еще пожалеет, что со мной расстался. Вера. Вера, тебя что, история с Григорием ничему не научила, да? Вот ты... Ты опять себе хочешь найти мужика? Григорий оказался просто подонком. Не знаю, по-моему, главное, чтобы тебя любили. Маша, нет денег, нет любви. Ну, я так не думаю. По-моему, деньги это то, что всегда можно заработать. А я хочу все сразу и сейчас. И ничего не хочу я ждать. Да не бывает все сразу и сейчас. Это же хорошо, когда ты любишь. Когда тебя любят. Вера. Вера. Ну, пойми, ну, Коля. Коля тебя любит. Ну, вот честно, я-то сразу почувствовала. Вот только, когда он зашел. А ты... Ты почему-то постоянно размениваешься по мелочам. Святая. Зря ты так. Ну, допустим, он согласится. И вы уедете с ним. Но он ведь все равно не будет жить с тобой. Вы так в этом уверены? По крайней мере, я вижу, что он тебя не любит. А по-моему, Ваня просто не знает, что ему нужно. Да, он отвык от меня, пока жил здесь некоторое время, но... Мне кажется, что ему сейчас кажется, что самое разумное в нашей ситуации – это развод. Ну, а ты-то как сама считаешь? А я так не считаю. Я думаю, что после возвращения в Москву он попадет в привычную обстановку, и он изменит свое решение. Поэтому я не хочу ему давать развод сейчас. Ну, с разводом я понимаю. Вы без меня разберетесь. Я только хочу тебе задать, Ира, один вопрос. Ты Ивана-то любишь? Или как? А я, пожалуй, выпью. А при чем здесь это? Да, рыбка моя. Вижу, что не любишь. Не поставила условия. Вашего развода, его возвращения на ринг. Даже если так. И что? А то, что когда ты появилась здесь, я сразу понял, что не это тебе нужно от Ивана. А теперь даже знаю, что. Конечно, нужно. Я пытаюсь восстановить семью. Наш совместный бизнес. Да ерунда. Ты просто хочешь зарабатывать на нем деньги. Дети. Дети для меня как-то особая тема. Вы же знаете, у меня нет своих детей. А вот общаться, общаться с ними по-взрослому, мне очень нравится. А вот особенно с Митькой. Он прекрасный парень, прекрасный. Но я убежден, что ему именно сейчас необходимо крепкая мужская рука, мужское воспитание. Понимаете? Да, конечно. Конечно. Спасибо вам за заботу о Мите. И вообще спасибо. За деньги то, что вы дали. Господи, не может. Вы нас очень выручили. Но я вам отдам. Как только получу зарплату, сразу отдам. Зарплату? Чего? Какую зарплату? Я теперь работаю в ресторане у Лизы Сверидовой. Менеджером. Да. Маш, Коля меня, конечно, любит. Но разве можно делать на это ставки? Но какая может быть жизнь с Колей? Выйти замуж за мента. Это то есть изначально обречь себя на нищету. Нет. Я приехала в Москву, и я здесь себе найду нового мужчину. А почему ты так уверена, что Коля ничего не добьется в этой жизни? По-моему, он достаточно талантливый парень. Маш, а ты видела его рисунки? Нет. Ну, это ничего не значит. Я видела его отношение к тебе. Он настоящий. И чувства у него настоящие. По-моему, он будет талантливым художником. Маш, ты, кажется, окончательно запала на него. Я пойду чай сделаю. Ты можешь тут ничего не придумывать. Потому что я вижу, что у тебя на Ивана совершенно другие планы. И эти планы никак не касаются ваших семейных отношений. И какие же у меня интересны планы на Ваню по-вашему? Хочешь вернуть его на ринг. И как можно дольше получать дивиденды от его боев. Готовишь себе трамплинчик, перестраховываешься. А что мне остается делать? Да когда Ваня уехал, я не знала, как мне жить. Что мне делать? На что мне жить, в конце концов? Да даже сейчас, когда я приехала сюда, он и слышать не хочет о возвращении в Москву. Да потому что он не доверяет тебе. Не доверяет. А вы? Вы мне верите? Иначе зачем же вы пришли ко мне? Ирочка, дорогая, да ведь я тебя сколько лет уже знаю. Когда еще и Ванька, и ты, и Серега вот такими были. Я же помню, как это все начиналось. Как Сережка ухаживал за тобой. Как вы влюбились, как вы готовились к свадьбе, как ты шила подвенечное платье. Ванька, может быть, тогда и был влюблен в тебя. Ну, даже не в тебя, наверное, а в красоту твою. Но он никогда, поверь мне, никогда не собирался уводить невесту у лучшего друга. Ведь Ваня даже за тобой не ухаживал. И тем не менее, мы поженились. Конечно. Конечно, вы поженились. Как только ты поняла, что Иван перспективный боксер, и что его переводят в Москву, ты сразу сориентировалась. Придумала этот поединок на ринге, столкнула Ваньку с Серегой лбами, и сказала, что уйдешь с победителя. Да, Ириша, ты всегда умела четко ориентироваться в пространстве и добиваться своего. А вы считаете, это плохо? Нет. Неплохо. Господи, ты боже мой. День отодна не легче. Лена, Лена, ну, зачем вам работать? Скажите, вы что, вы правда действительно сами не понимаете, что вы женщина, которой, ну, которой не нужно работать? У вас совсем другое предназначение. Лена! Иннокентия Павлович, во-первых, мне очень нравится эта работа, а во-вторых, простите, на что нам жить? Ну, правда, это не должно вас волновать. Ну, почему же? Я готов на все ради вас. А деньги, которые я отдал Галине Васильевне, это, я не знаю, это просто подарок мой. Я еще принес. Нет, нет, подождите, Иннокентия Павлович, я не приму от вас подарков, тем более такого рода. Правда, пожалуйста, не надо. Вы и так для нас много, очень много делаете, что деньги это уже лишнее. Честное слово, ну, не надо. Я не понимаю, неужели я, я так вам противен, что даже подарки мои вы не хотите принять? Маш, Коля бездарно рисует, у него просто бездарная мазня. А что касается Григория, так мне просто-напросто не повезло. Ты знаешь, я вот, я не понимаю, зачем ты строишь у себя прожженную девицу. Ты же нормальная девчонка. Да, я нормальная девчонка, но я теперь опытная. И в следующий раз буду действовать наверняка. Опытная? Да ты просто, ты просто обозвлена. Ты знаешь, с тебя цинизм таки прет. А пройдет время, и ты совсем по-другому на это посмотришь. Ну, правда, я же чувствую, что ты другая. Правда. И что бы я без тебя делала? Ну, посмотри, Григорий разорился, но ты же его не бросила. Ты осталась с ним, даже пошла работать официанткой. Ну, чтобы помочь ему как-то. Ты знаешь, я думаю, что для тебя это будет просто как урок. И потом ты посмотришь на эту ситуацию как на испытание. Ну, как на испытание от Бога. Какая же ты правильная Машка, а? При чем здесь правильность? Слушай, я не понимаю. Тебе зачем вообще нужно это замужество? Маш, не просто замужество, а я хочу выйти замуж за миллионера, стать миллионершей. Слушай, а ты, ты разве не знаешь, чтобы стать женой генерала, нужно выйти замуж за лейтенанта? Так еще наши бабушки говорили. Маш, так вперед. Выходи замуж за лейтенанта. Посмотрим. Плохо, Ирочка, другое. Плохо, что ты добиваешься своего путем интриг и манипуляций. Но это неправда. Я Ивана с гранитом не сталкивала и ни к чему никого не принуждала. Ваня сам согласился на этот бой. Мог бы и отказаться. Нет, ты все рассчитала. Иван мог отказаться. Но Сергей тогда был в бешенстве, обвинял его в трусости, если он не придет на ринг. А Иван дурак и повелся по молодости, да по глупости. А ведь тогда еще ты понимала, чего Иван стоит. Четко все рассчитала. Ведь ты знала, что Иван победит. Обязательно победит, потому что он в лучшей форме, чем Сергей. А потом просто улучшила момент, когда меня нет в городе и назначила обоим свидание в спортзале. После чего провела бой и поменяла одного жениха на другого, более перспективного. А ведь Сергей, Сергей до сих пор тебя не забыл. И не может простить Ивану, что он увел тебя. И еще неизвестно, когда они помирятся. Вы это серьезно говорите? Потому что куда серьезнее, Ира. Если бы ты тогда вышла замуж за Сергея, наверное, была бы сейчас во сто крат счастливее. Тогда мне так не казалось. А сейчас, пожалуй, я с вами соглашусь. Гранит. Действительно, меня очень любил. Да он и тебя и сейчас любит. Он ведь до сих пор так и не женился. Иннокентий Аполлович, ну что, не, пожалуйста, не принимайте так близко к сердцу мой отказ. Вы мне очень симпатичны. Ну, правда. Я давно не встречала такого чуткого, такого заботливого, такого внимательного мужчину и ко мне, и к Мите. Мне это очень приятно, честно, но... Правда, я не могу принять от вас деньги. И тот долг я вам верну. Ой, боже мой, боже мой. Лен, я... я понимаю, конечно, вы... вы как раз та женщина, которая никогда ни за что не захочет потерять свою независимость. Я понимаю. Да. Хочу быть независимой. Ну, поймите, из-за этого я тоже уважаю вас. Ну, я же... я же от чистого сердца, правда. Обижаться из-за этой ерунды, из-за денег... Лен, ну, помните, на обиженных воду возят. Простите. Да нет, я вообще не обиделась. Ну, что вы. Я подумала, что вы обиделись как раз. Нет, я... я вас, Лен... Я вас, правда, уважаю. По-честному. По большому счету. Уважаю. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь настанет для меня золотой век, когда вы сможете оценить меня по достоинству. А вы считаете, что еще и в этом я виновата? Давайте! Обвините меня еще и в том, что я граниту судьбу сломала, да? Чушь! Ирочка, что ж ты за человек такой? Да нет, Петр Петрович, это вы странный человек. Раз вы уж обо мне такого мнения, а что ж вы тогда пришли ко мне? Обсуждается тут будущее Ивана. Что ж вы меня тогда поддерживаете, а? Да не тебя я поддерживаю. Я просто хочу того же, чего и хочешь ты, чтобы Иван вышел на ринг и побеждал, потому что побеждать его призвание. А уж во всем остальном он как-нибудь разберется, я понимаю. Хорошо, тогда помогите мне. Еще два слова. Присядьте. Я прошу вас, поговорите с Иваном. Убедите его в том, что его место не здесь, рядом с Еленой в роли сторожевой собаки, от этого говорить я ему не буду. Он сам разберется, что ему делать. Но вы же понимаете, он не хочет уезжать только из-за нее. Я могу только пообещать, что я присмотрю за ней, пока он будет в Москве заниматься своими делами. Ну что ж, и на том. Спасибо. Ой, Маша, Маша, святая простота. Пока твой лейтенант будет делать карьеру, ты будешь жить в нищете и потрачу всю свою молодость и красоту на стирание ему носков. А когда он станет генералом, придет молодая и уведет его. И все его достижения достанутся именно ей, а не тебе. Какая ты умная. Он почему-то обязательно должна прийти какая-то молодая, увезти. Вообще, какой-то брит с носками. Ты знаешь, мы живем в 21 веке. Сейчас стиральная машина есть. И вообще, если нужно, он это сам может сделать. У тебя как-то в голове все очень странно устроено. Вот я иногда тебя просто не понимаю. Ой, извини, я пообещала подруге реферат дописать. Уже опоздала очень. Все. А ты что, меня оставишь одну, что ли? Ну, а что такое? Холодильник, туалет, ванная, ты все знаешь. Все. Пока, дорогая. Бывай. Ну, что ж, если вы так настойчиво не хотите принимать мои подарки, с одной стороны, но говорить, что я вам не противен, с другой, тогда может быть, согласитесь на совместную прогулку хотя бы. Соглашусь. Я знаю, что вы собирались на морскую прогулку, ну, вместе с вашим телоохранителем, Иваном Кругловым. Ну, знаю, что она не состоялась, но тогда, может быть, давайте поедем вместе на морскую прогулку со мной. или вы считаете, что со мной будете в меньшей безопасности, чем с Иваном? Нет, я так не считаю. То есть, да? Да. У моего друга, хорошего друга, есть шикарная парусная яхта, и давайте завтра же, я сейчас ему позвоню. Ой, подождите, накиньте тебя, Павлович. Завтра я не смогу. Ну, завтра открытие ресторана, в котором я работаю. Ну, вот опять расстроились. Давайте в другой день. Что остается мне? Лишь слезы. Ну, тогда, может быть, завтра, завтра. Согласитесь, если я, пафосный так, если я буду сопровождать вас вот на этом празднике, открытие этого ресторанта, вместе с вами. Вы хотите, вы хотите стать моим кавалером? Хочу. Хорошо. Я с удовольствием приглашаю вас на открытие ресторана. Договорились? Да. Да. Договорились. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый вечер. Здрасте. Мне нужен Сергей Каменец. А Сергея Федоровича сейчас нет. Вот как. И где он? А он уехал по делам в Симферополь. Жаль. И как скоро появится? Я не знаю, он мне не говорил. Не судьба, значит, нам увидеться на этот раз. Передайте, пожалуйста, Сергею, что его хотела видеть Ирина Круглова. Обязательно передам. Запомнили? Конечно. Спасибо. Пока. До свидания. Митя. Тебе не кажется, что ты давно должен был спать? И сколько раз я тебя просила не сидеть так долго перед компьютером? Да сдался мне этот компьютер. Я просто хотел сходить с тобой и с Иваном на рыбалку. А ты все отменила. Ну, может быть, ты передумала? И мы сходим завтра с Иваном на рыбалку? К сожалению, это невозможно. Иван больше не будет работать моим телохранителем и не будет приходить в особняк. Почему ты все разрушаешь? Сначала ты поссорилась с отцом, а потом поссорилась с моим самым лучшим другом, Иваном. Митя. Я не собираюсь тебя слушать. Уходи из моей комнаты. Не смей так больше со мной разговаривать. Понятно? Ванюшка, ты дома? Это что это ты тут удумал? Да погано что-то, Петр Петрович. На душе так погано. А выпейте со мной, а? И тебе не дам, и сам не буду. С какого такого горя ты решил напиться? Да я что-то подумал, Петр Петрович. После нашего разговора. И что-то так все... Как так все просто стало, а? Ведь, вы понимаете, если я сейчас уеду, то я могу ведь... То ведь к Лене-то мне обратного пути нет. А если останусь, то... Ну что тогда-то? Ну тогда могу и Лену не добиться. И про честные ими боксера забыть. Ну всегда. Но это же еще не повод горькую-то пить. Еще не хватало, чтобы ты у меня в запой ушел. В запой? Ну что, Петр Петрович? Да никогда. Ваня. Да. Никто не может знать свою судьбу. Никто. И ты не торопись свою любовь хоронить. Давай я тебе попастелю. Будешь спать. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok